Ну вот, наконец-таки, благодать Господня и опустилась на город Ванитогорск. И наши ненаглядные власти, наконец-таки, после достаточно продолжительного сезона холодов, включили отрепление. В результате что? В результате ваш любимый ненаглядный страдает поспевалостью сопляники. Поэтому говорить приходится несколько задумчиво и в нос. Но мы ведь сегодня не об этом, и пинать городские власти за вот это не будем. Но мы вам напомним о том, что на улице, между прочим, октябрь месяц. И числа скоро будут 10-е, а в прошлом, позапрошлом году снег был как раз-таки 10-го, 13-го и, по-моему, 15-го числа. То есть самое время переобувать ваш автомобиль в зимнюю резину, а не ездить потом к гостянщикам. Где это сделать? Дорого и сердито? Это, пожалуйста. Центральные улицы, модные шинные салоны, подешевле? Ну, почему бы не здесь, в два колеса? Экономия будет очевидна, мы вам о ней расскажем. Экономия в стиле двух колес. Очень приятная вещь. В смысле выбора есть и совершенно бюджетные, и эксклюзивные варианты. В смысле цены? В цену входит и шиномонтаж, и балансировка. И вернемся к смыслу, а точнее к лимотиву автостопа. Это полезная информация и ликвидирование автобезграмотности. Вместе с пропагандой свободы выбора. И небольшая ремарка, на этот раз в адрес федерального правительства. Они ненаглядно, им, видимо, заняться нечем особо, все в стране уже хорошо. Решили ввести еще несколько категорий водительских удостоверений, и тем, видимо, облегчить, да нельзя уже, жизнь российского автолюбителя. Ну, да бог им судья, но, слава богу, они хоть в классификацию резины, в международную, пока не лезут. А по международной классификации грузовая резина находится под литерой С. А вы помните, чем знаменит магазин «Два колеса». Внимательные зрители программы «Автостоп» наверняка заметили, как мы неровно дышим к японским грузовичкам. Можно сказать, со скрытой любовью. Почему? Потому что они очень комфортные, обладают равной конструкцией. Ну, и, в общем-то, это очень хорошие автомобили для легкого заблодвления денег. Но у этих автомобильчиков есть недостатки. Какие? Это в негруженном состоянии. Зимой они имеют повышенную склонность к сносу ведущей оси. Для того, чтобы этого не происходило, можно, конечно, в кузов загрузить и снежочек. Тут рядышком всегда бывает. А можно приехать с «Два колеса» и прикупить недорогой, допустим, Бридштон, шипованный, заметно, категории С. А можно и на липосистеме кое-что. И, между прочим, возвращаясь к моему грузовичку, повышенной комфортности на раме. Линкольн Таункар, между прочим, катается на Цэшке уже с 99-го года. Зимой ведет себя прекрасно. Ну и в продолжение сидящей темы. Сидим мы, потому что те колеса, о которых мы в данный момент рассказываем, они обычно находятся внизу, то есть самые большие. Если у вас крутой джип, ну или не очень крутой, то вам все равно, поверьте, нужны зимние шипованные колеса. Опыт у нас есть, и мы можем сказать, что лед тоже шуток не любит. Вы, конечно, можете купить и Хакапелиту 4, и Хакапелиту 5. Она тоже есть в магазине «Два колеса». Но если в данный момент все деньги в обороте, или просто толщина кошелька не позволяет, то можно себе позволить все равно крутую, хорошую, настоящую джиповскую резину. Причем производство США и по достаточно конкурентно способной цене. Для чего я смотрю телевизор? Для того, чтобы посмотреть на работу своих коллег-конкурентов по перу и по камере, по телевизионной камере. И меня очень плющит, штырит и колбасит, когда я вижу, да симпатичные девушки, извините за тавтологию, занимаются подвижением автомобильных телевизионных передач. Вообще, надо заниматься своим делом. Девушкам лучше всего заниматься сексом. А при раскручивании телевизионной передачи необходимо хотя бы в теории знать принцип работы дифференциала и инжектора. Мы не в теории, а на практике знаем, как, допустим, накрасить губы, побрить мышки или ножки. Но не будем этим заниматься принципиально. А мы будем до вашего сведения доводить преимущество работы с различными автомобильными фирмами. Два колеса в разряде лучших. Сегодня мы не натруждали наши плечи, мы не собирали вот эти стопки, не показывали вам огромный ассортимент. Это все сделали здешние специалисты. Для чего? Для того, чтобы не создавать очереди при ажиотажной переобувке ваших любимцев. Помните, в детстве наши мамы и папы измеряли наш рост по зарубкам на косяках. Сейчас мы подросли, увлеклись автомобилями. Рост уже почти не измеряем, но вот в двух колесах не удержались. И решили измерить свой рост в колесах. Помните, как удав измерял в попугаях, там, в слоненках. А мы в колесах. Так вот, во мне раз, два, три, четыре, пять грузовых колес и раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, ну и, наверное, девять, десять легковых колес. Ну, в детстве это прерогатива Макса, у него ведь дети есть, у меня вот нету, и буду говорить о вещах о взрослых. И напомню вам, что Магнитогорск с Москвой связывается с основной транспортной артерией через перевалы башкирские. И очень забавно выглядеть, как там шлифуют КамАЗы зимой по гололеду. Для того, чтобы не шлифовать, обывайте здесь, в вашей мощной грузовике. Тем более, что и шиномонтажный комплекс здесь есть как для большегрузных, так и для легковых автомобилей. Это уже не реклама, это просто совет. Наши коллеги по телевизионному производству не дадут соврать. Настоящей телевизионной рекламе нельзя использовать слова только у нас и самые лучшие. Поэтому о шинном центре два колеса мы скажем просто, что это один из самых неплохих продавцов автомобильных колес в области, в области этого бизнеса и в Челябинской области. И, кстати, у них, как и у всех остальных, в цену колеса включен и шиномонтаж, и балансировка. А вот от слова только мы удержаться пока, к сожалению, простите, не смогли. Потому что только здесь пока есть грузовой шиномонтаж европейского уровня. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...